Исходным сырьем в производстве полиэфирных волокон является продукт химической переработки нефти и газа. Для производства полиэфирного волокна лапсан используется белый кристаллический порошок димититалат. Его получают из ароматического углеводорода ксилола. Ксилол сначала окисляют и получают терифталевую кислоту. Затем проводят реакции этарификации и получают димитиловый эфир терифталевой кислоты димитил терифталат. Но в этом сложном эфире нет группировок атомов, за счет которых возможно образование полимерных цепочек. Поэтому его превращают в другой эфир. Эта реакция называется переэтарификация. Для переэтарификации используется этиленгликоль, двухатомный спирт. Димитил терифталат растворяет в этиленгликоле. Растворение происходит в этом аппарате. Полученный раствор по трубопроводу поступает на переэтарификацию. Процесс этот протекает в автоклаве в присутствии катализатора. При этом происходит замена метиловых групп димитил терифталата этиленгликолевыми. В результате образуется дигликолевый эфир терифталевой кислоты дигликоль терифталат с функциональными группами на концах молекул. Теперь возможна реакция поликонденсации. Для этого расплав дигликоль терифталата подается в автоклав. При поликонденсации выделяется этиленгликоль и образуются длинные цепочки молекул полиэтилен терифталата. В них содержится много эфирных группировок, поэтому полученную смолу называют полиэфирной. Выделяющийся этиленгликоль мешает образованию полиэфирных цепей. Его необходимо быстро удалять. Для этого расплав беспрерывно перемешивают в автоклаве при температуре 280 градусов. Пары этиленгликоля конденсируются и накапливаются в вакуум-сборнике. Готовая смола разливается в формы и направляется в шахту для охлаждения. Охлажденную смолу дробят. Крошку перемешивают и направляют в предельный цех, где происходит формование волокна в предельных заловках. В предельной головке крошка попадает на нагретые электричеством решетки и плавится. Расплав направляется насосиками к фильерному комплекту и продавливается в виде тонких струек. Струек охлаждаются в предельной шахте. В предельной машине волокно наматывается на бобины и поступает на переработку в изделие. Лавсан отличается большой прочностью и упругостью. Поэтому ткани из штапельного волокна лавсан обладают высокой износоустойчивостью и несминаемостью. Из него можно изготовлять разнообразные изделия широкого потребления. лавсан также используется для изготовления технических изделий, например, канатов, рыболовных сетей, транспортерных лент. Основным сырьем для получения волокна нейтрон служит нитрил акриловой кислоты или акрилонитрил. Но волокно, полученное только из полимера акрилонитрила, имеет плотную структуру, недостаточно эластично и плохо окрашивается. Поэтому к акрилонитрилу добавляют еще два мономера, вступающие с ним в реакцию сополимеризации. Теперь в полимерной цепочке будут различные элементарные звенья мономеров. Полимер такой структуры образует волокно со всеми требуемыми свойствами. Приготовленная смесь мономеров поступает в реактор, аппарат непрерывного действия, где протекает процесс сополимеризации в присутствии инициатора. В реакторе полимеризуется 70% исходных мономеров, а оставшиеся мономеры необходимо удалить, иначе они будут полимеризоваться, что увеличит вязкость и ухудшит качество раствора. Удаление мономеров осуществляется путем испарения в демономеризаторе. Профильтрованный предельный раствор поступает в предельный цех. формование волокна нейтрон производится методом мокрого предения. Вредельный раствор продавливается через фильтр в фильерный комплект и попадает в осадительную ванну с 10% раствором радамистого натрия. в ванне происходит постепенная коагуляция полимера. его струйки затвердевают. Получившийся жгут нагревается сначала в ванне предварительного подогрева, а затем паром в закрытой шахте. он приобретает пластичность и легко вытягивается. В процессе вытягивания макромолекулы ориентируются вдоль оси волокна, при этом возрастают межмолекулярные связи и волокно становится прочным. Затем из волокна вымывают раданистый натрий. Отмытый жгут проходит сушильный агрегат и направляется в цех отделки. Здесь для улучшения качества волокно подвергают дополнительной обработке, стабилизации, гофрировке, удалению электрических зарядов. Штапельное волокно нейтрон по внешнему виду и теплопроводности почти не отличается от шерсти, а по отдельным показателям превосходит ее. Изделия из нейтрона не разрушаются плесенью, не поедаются молью, на них не действуют кислоты, они не выгорают на солнце. Волокно нейтрон широко применяется для изготовления бытовых и технических тканей и изделий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok